Всем привет! На основании комментариев к роликам родилась мысль создать такой короткий видеообзор с полезными советами для людей, которые находятся в стадии ремонта. Что брать с собой, когда вы находитесь в стадии ремонта, бегаете по рынкам, магазинам, в поисках мебель, материалов и всего остального. У меня всегда с собой была такая сумка шоппер большая и обязательно в ней конечно же рулетка, либо в телефон, либо на листочек размеры вашего помещения, то есть размеры стен, размеры расстояния. Если вы собираете плитку для фартука, попросите какой-нибудь обрезок столешницы. Если вы наоборот выбираете столешницу, возьмите кусочек плитки от фартука. Если вы уже присмотрели мебель для ванны, возьмите кусочек плитки для того, чтобы подобрать по цветам мебель. Либо наоборот попросите образец у производителей отделочных материалов для того, чтобы подобрать плитку. Возьмите кусок ламината. Если вы в поисках обоев попросите у продавцов, они всегда с удовольствием отрежут кусок обоев. У них нет с этим проблем, вырежут большой, маленький. Вы его принесете домой, повесите на стену, посмотрите, как эти обои живут у вас в квартире, как они выглядят при искусственном освещении, при дневном освещении. Несколько дней с ними поживете, вы поймете уже, ваше не ваше. Возьмите несколько образцов, повесьте их и точно так же. Всякие вот такие образцы, плитки, ламината и так далее, вам помогут не просто подобрать что-то, они помогут вам подобрать по тону, даже по полутону, по цвету, чтобы все это сочеталось, чтобы у вас получилась идеальная композиция. Теперь про выставку. Было много вопросов научить их ходить по выставкам. Вопрос странный. Завтра в Крокус Экспо начинается международная выставка мебели. Зачем ходить на выставку? На выставку надо ходить не только производителям, продавцам и так далее, а людям, которые находятся в стадии ремонта. Людям, которые не хотят прийти в Икею и купить то же самое, что у всех, в первую очередь. Во-вторых, людям, которые хотят сэкономить, потому что продавцы распродают выставочные образцы. Им потому что проще распродать экспозицию, в большинстве случаев, нежели оплачивать обратную транспортировку, логистику данного товара, который они выставляли. Потому что на данной выставке присутствует не только из того города, где проходит эта выставка, присутствуют продавцы из других городов и даже из других стран. И поэтому, если они привезли крупногабаритный диван, кровать, ее проще продать по себе стоимости, выгоднее продать по себе стоимости, нежели оплачивать ее обратную логистику на фабрику. Как зарегистрироваться на выставку и получить бесплатное приглашение, ссылка будет внизу ролика. Те, у кого нет времени ходить по выставке, все-таки это рабочая неделя, сделаем так. Я на выставке буду с 19-го числа. Вы можете в комментариях к этому ролику оставить, что вам интересно, если кому-то действительно что-то нужно. Только не просто так «мне нужен стол». Нет. «Ой, мне нужен стол, там габариты такие-то, ценовая категория до такой-то суммы». Это тоже очень важно, потому что разные производители, разные ценовые категории. Или там «мне нужна кровать», там «размеры длина такая-то, ширина такая-то», еще какие параметры, то есть максимально все желательно указывать. Я, в свою очередь, сделаю прямую трансляцию с выставки, то, что мне будет нравиться самой, что-то интересное, когда будет попадаться. Также я буду выкладывать в Инстаграм то, что будет интересно попадаться, какие-то фотографии, какие-то трансляции. Если вам что-то понравится, я, в свою очередь, буду просить контакты производителей, то есть буду фотографировать у них визитки и отправлять вам, а вы там сами с ними уже договариваетесь по цене, по логистике. И там, если вы из другого города, могут они вам отправить, не могут. Всем хорошего дня, пока!